У Нивы есть распил, такой же, который сварен из двух частей, но он внутри страны. Руль поскрипывает, бензин помигивает. Здесь все показано в цветах. Плаваем, все. Сейчас технология производства бензина такова. Что-то не развалились. Если вы не боитесь, что волки отгрызут вам ноги. Дамы и господа, всем привет, с вами Алекс. Вы на канале «Не тормози». И сегодня у нас именно та тачка, о которой многие, я уверен, из вас задумывались, прикидывали. Кто-то, может быть, о ней мечтает. В любом случае, машина очень популярна и достойна внимания и уважения. Это Нива 2131. Что, давно гоняешь-то? Два года. А что, решила продать? На барышной. Что-то ее чем-то заливали, походу, да? Диски модные, давайте им купим. Руль бетоном залили. Гура нет, да? Нет. Рюжетная версия. Рюжетная версия. Рюжетная версия центрального замка. Давление не горит. Перегорел он? Нет. Не как на той, да? Обычно он прям, держишь, держишь, почти, чтобы заглох. Ну, хорошо, нормально. Масло подъедает, да, немножко? А сейчас залит какое масло? 10W40. Газпром нет вроде. Полсидетский. Да. Не хрустят, тормоза есть, в принципе, она не гнилая. Мотор чуть-чуть, как бы, поддымливает. Ой, первые сантиметры. Так, ладно, все, в общем, буду рулить. Руль поскрипывает, бензин помигивает. Все нормально, Niva едет. До этого у нас уже была Niva трехдверка, была Niva Chevrolet. Поэтому, очевидно, есть с чем сравнить. Сегодня я расскажу все плюсы, минусы пятидверной Niva. Причем не только со стороны бездорожья, а именно со стороны эксплуатации. Эта машина представляет сегмент такого настоящего олдскула. Она 2000 года, карбюраторная, в достаточно хорошем состоянии. Бюджет такого автомобиля около 300 тысяч рублей. Сразу сделаю поправку. То, что эта машина подходит только тем людям, которые действительно доросли до такой машины. И они понимают, зачем им нужна такая Niva. Как ее использовать, как ее ремонтировать. Это обязательно. И только в таком случае эта тачка доставит вам истинное удовольствие. Не, так вообще бодренько. Искар подрегулировать прям тащит нормально. А, курить, конечно, нормально. Не, ну тащит все равно. Мотор живой как бы, нет, не мертвый. А у нее, слушай, нет у тебя такого ощущения, как будто коротковатая у нее передача. Как будто, может, понижение что ли не стоит дополнительное. Как-то она уж больная. Пятая прям уже на 40-ете уже втыкается и тащит на ней на пятой. Просто трехдверг у нее длиннее была коробка. Ну, не знаю. У нее же раздатка деланная. Да раздатка-то пофиг. Там прямой ряд, он же прямой всегда всю жизнь. Что-то докручено. На коробках есть два вида первичных валов. Есть 13 и 14, по-моему, и 100 зубик. Ну, вот как будто трехдверка была, я вот помню, но на 40-ка там пятую не воткнуть была. Коробки отличаются. Куда вставать-то как? Прямо? Вот прям. Я думаю, может, завтра ее такой первичный осмотр сделаем, да я заберу, я завтра на такси пригоню. Пятидверная модель длиннее трехдверной на полметра, на 50 сантиметров. А именно на длину вставки на середине крыши. Многие смеются то, что прям врезали кусок, типа и удлинили. Да, это на самом деле так и есть. То есть этот кусок, то есть на заводе делается как? Берется кузов трехдверной Нивы, располовинивается и врезается сюда вот этот вот фрагмент полуметровой длины, который, собственно говоря, и делает машину длиннее. В общем, когда-то эта машина была экспериментальной, то есть, видимо, они взяли трехдверку, разрезали, бахнули сюда эту полуметровую панель, полуметровую вставку, отхатали. О, вроде ничего, нормально. И хотели, наверное, сделать полноценный пятидверный монолитный кузов, но так руки до этого не дошли. В общем, так она с этим куском и осталась, собственно говоря. Также еще к пережиткам трехдверной Нивы относятся нарощенные вот эти углы дверей передних, потому что у трехдверной Нивы они закругляются вот здесь вот. А здесь эти углы просто тупо вот приварены к дверям, то есть это такие же двери, как у трехдверной Нивы, но вот с этой вот сносочкой, чтобы они были более угловатые. В общем, как у японцев есть распилы, которые в обход таможни везут с Японией в Россию, вот у Нивы есть распил, такой же, который сварен из двух частей, но он внутри страны. Хорошо или это плохо, напишите снизу в комментариях. Ближайший конкурент в ценовой категории и по какой-то политике поведения у Нивы это УАЗ Хантер. А, к слову говоря, Нива не имеет рамы, то есть конструкция с несущим кузовом, что позволило сделать ее значительно легче. Она длиннее УАЗа Хантера на целых 10 сантиметров, но при этом масса УАЗа однотонна 770 килограмм, а масса пятидверной Нивы однотонна 350 килограмм. То есть практически на полтонна она легче, чем у УАЗ Хантера. К слову говоря, трехдверная Нива, которая короче пятидверки на полметра, весит тонну 150, что на 200 килограмм меньше пятидверки. То есть вот этот кусочек весит 200 килограмм. А с весы, что спереди, что сзади, у трехдверной и пятидверной Нивы абсолютно одинаковые, отличается только вот эта вставка в середине. Она прям первую, вторую, третью, вместо четвертой сразу пятую, короче, вместо четвертой она раз на пятой тащит, ну как бы, просто больно короткая. Я еще думаю, а на понижайке я не мог ехать сейчас, да, это же обычная, точно прямая. Больно быстро, просто ну на 95. Блин, ты пятидверки... И у нее еще колеса-то больше, чем штатные, как она так едет, ты еще с целым салоном этого покрышек. Слушай, ну, блин, пятидверки, конечно, живые найти вообще сложно, а она это прям живая. Она даже для 2000 года выглядит прям хорошо, то есть что такого прям нету, зверского. Блин, 24 года сохранилась прям вообще. То есть в УАЗах так не хранятся. Вызощрился УАЗа через 24 года. УАЗа не было еще в 2000 году. И я причем все объявы смотрел, она ни разу нигде в худшем состоянии не была, то есть у нее 4 объявления, и она, ну, везде вот примерно в таком виде. То есть, ну, не то чтобы она была там в дрова, ее там починили и продали, то есть она, в принципе... Вот это вот, я не знаю, нахрена люди вот так подкрашивают, вот краску, чтобы в цвет нельзя хотеть подобрать. Или это она была когда-то в цвет просто выгорела, да, ну, из баллончика. Крышка вообще целая, знаете, он писал, крашеная, вроде, крышка. Ну, она... Блин, тут так все, да, сделано, как-то органайзер, ну, все. Ну, это самодельно же. Ну, да, да, ну, говорю, все равно так видно прям аккуратно. Вон у него, видишь. При данного еще, смотри, пока, хрена. Еще одну ниву можно собрать, короче. Шаровые всякие шруза. Беломоскоп. О, а это что, шмурдячка нам тоже, что ли, подарочек получился? Он, наверное, походу, очень ее ненавидит. Он такой отдал все, чтобы ничего не напоминало о ней. О, гена, смотри, еще есть, короче. Чтобы ничего не напоминало о ней. Да. Чувак, походу, это сам. Я вот сейчас Аку так же продаю. С нимами завязал. С нимами завязал, да. О, смотри, даже лопата есть, короче, прикинь, откапываться можно. О, ну, хламбочки, смотри, тюнячки есть, короче. Надо будет поставить. Как они? Как раз ржой этого, наверное, купил, чтобы закрыть. Да, только это на ту сторону, получается, да? А, он на капот-то поставил, короче. А если не поставил, надо поставить. Видал? О, это под пищалкой, короче, это можно затвинять. Перед, да, да. А там пищалки стоят просто. О, не приноси, да? Вот это вообще неценный девайс, короче. Можно прокачать. Пошел, пошел, искали. Матовый эффект, короче, понял? Чернители резины, это нам вообще актуально. Солонечку можно, видал, воткнуть, короче. Слышит на солонечку? Да. О, это если вдруг что-то здесь сломалось, короче. Открываешь, цветная книжка, вообще-то, ты че. Библия, библия у него вода. Да, вообще все рассказано. Можно так вечерком с пивком, грубо говоря, и звучить инструкцию. Вот. Вы, кстати, знали, как пашемики ступичные менять, а? Здесь все показано в цветах. Блин, мечта, короче, рыболова-охотника в кубе. Так что... Друзья, сейчас новые автомобили стоят просто космических сумм, поэтому особенно актуально беречь свои уже имеющиеся машины, повышая их комфорт и придавая им долговечности. Представляю вашему вниманию новинку от Стандарт Пласт, антикоррозионную вибродемпфирующую двухкомпонентную мастику Нойс Ликвидатор Аэросел. Это двухкомпонентная мастика, содержащая гранулы вспененного полипропилена. В комплект входит сама, собственно говоря, мастика, специальный отвердитель и инструкция по использованию. Мой зеленый УАЗ весь обработан мастиками от Стандарт Пласт, и они прекрасно себя показывают уже много лет. Недавно мы проводили эксперименты, демонтировали участок мастики для проверки на предмет коррозии, и все было абсолютно чисто. Мы, конечно же, нанесли мастику Нойс Ликвидатор Аэросел на нашу Ниву, тем самым придали дополнительной антикоррозионной стойкости кузову, увеличили жесткость кузова, так как при высыхании мастика создает прочный слой, защитили детали от механических повреждений и придали дополнительную шумо- и виброизоляцию. Мастика проста в использовании и легко наносится в бытовых условиях при помощи кисточки. Быстро сохнет в течение нескольких часов. Наносится мастика как на арки, днища и пороги автомобиля с наружной стороны, также можно нанести на днища и с внутренней стороны, со стороны салона. Ссылки на мастику Нойс Ликвидатор Аэросел от Стандарт Пластмы, конечно же, для вашего удобства, закрепили снизу в описании под роликом. Обслуживайте ваши автомобили правильно. Движение хочу начать с испытания маневренности, потому что именно вот маневренности, или маневренности, кто знает, как правильно пишите, трехдверки хватало, шнифелю хватало, а вот пиццедверки, на мои ощущения, прям не хватает. У нас здесь есть двухполосная дорога, широкая жирная двухполосная дорога с огромными практически в целую полосу обочинами. Сейчас мы попробуем на ней развернуться. Посмотрим, что из этого получится. За один заход. Вот, то есть вот я прямо у обочины, у одной. Здесь, если что, на Камазе, прям 100% можно развернуться. Начинаем выкручивать руль. И, ну вот, прям вот от обочины до обочины вот занимает просто вот разворот от обочины до обочины. Если у вас не будет такой обочины, никаких шансов развернуться у вас, соответственно, не будет. Не катастрофически огромный, конечно, угол поворота, можно к нему привыкнуть, но имейте в виду, что всегда нужно искать место, где развернуться. За какими-то жигулями вы не развернетесь. Имеете это в виду. Итак, сейчас мы попробуем разгон до 100. Секундомер будет за кадром. О, вторая камера открылась. Что-то зазвенело. 90. 100. Все, бензин аж замигал от страха. Кстати говоря, датчик бензина, это здесь вообще отдельная абсолютная история. Вообще он все, что угодно показывает. Мигает лампочка уже на половине бака. То есть настоящий Нивовод должен всегда знать, сколько у него осталось бензина в баке, чтобы, не дай бог, где не обсохнуть. Бак, кстати говоря, у этой Нивы увеличенного размера на 65 литров. У обычной Нивы, у трехдверки, что-то в районе там 40. Так, к вопросу об обгонах. Вот сейчас попробуем обогнать скрипящий автобус. Но на небольших скоростях до 60, если идет... Аэродинамика так себе, поэтому окно лучше закрывать. На небольших скоростях, если до 60 идет транспортное средство, которое вы обгоняете, реально обогнать, вот как вы сейчас видели, в целом проблем нет. Если, конечно, по трассе обгон идет, обгон производится, уже будет тяжело. Максималка у этой Нивы 137 км в час. Это при попутном ветре, при небольшой загрузке салона, при хорошем там бензине, карбюраторе, регуляторе, при газе в пол. Вот при всех вообще условиях 137. Давай! Давай! Фары выключим. Все, сняли нагрузку с генератора. Дело пошло. Вот. Короче, это самая экономическая тачка, на ней хрен нарушишь. 120. Все, 4-ая. Потолок. Так, 120. Здесь двигатель 1,7, объемом, объемом 1,7, мощностью 79 лошадиных сил. Огромный плюс, вот такой вот дорожный налог. Вот такой вот. Маленькая страховочка, маленькая такая, страховочечка такая, небольшая, недорого. Вот в плане всяких различных сборов, так скажем, государственных, недорого выходит. А по управляемости Нива, на мой взгляд, объективно превосходит УАЗа, даже несмотря на то, что здесь нету гидроусилителя. Подвеска спереди, соответственно, а-ля классика, независимая, на рычагах. Сзади мост. Соответственно, благодаря этому, даже несмотря на то, что кривоват здесь ход-развал, прям чувствуется это, рулится все равно лучше, чем УАЗ Патриот. Мне есть с чем сравнить, Патриот рулится менее стабильно. Сидите вы здесь ниже, центр тяжести ниже, управляемость лучше. Настолько же лучше, чтобы вам было понятно сравнение. Вот если сравнивать обычный седан и Формула-1, у Формула-1 будет лучше управляемость. То есть, потому что она на полметра-метра ниже обычного седана. Нива на полметра ниже обычного УАЗа. Посадка, во всяком случае, в Ниве на полметра ниже. Поэтому комфорт, рулежки присутствуют. Управлять этой машиной проще. Многие думают, что Нива для города подходит, для трассы не подходит. На самом деле, я считаю, что полноценно она не подходит ни для города, ни для трассы. Для города ей, на мой взгляд, не хватает маневренности, не хватает динамики, чтобы в городе комфортно передвигаться. Для трассы просто не хватает динамики. И довольно большой расход для передвижения по городу и по трассе. Я считаю, что вот эта машина как раз для таких дорог, где мы едем. Это разбитый проселок, если вы живете где-то в пригороде, недалеко от города. Ну, в каком-то не центре Москвы. И вам нужно ездить куда-то на дачу. О, смотри, как тут руку построили. Мы сейчас на платку выйдем. В общем, вот. И вам надо, в общем, куда-то выехать. Там, в пригород, на дачу, отвезти картошку, там, еще что-то. Вот не вас прям идеально подойдет. То есть, не большие броски по каким-то пригородным дорогам. Вот это прям стихия Нивы стопроцентная. Естественно, на работу на этой машине доехать без проблем у вас получится. Но толочься каждый день по пробкам не очень. Комфортно на ней будет сразу это учитывать. Короче, как вы знаете, на Ламборгини, Порше и подобных машинах при увеличении скорости улучшается аэродинамика. Ну, чтобы у них снизить сопротивление. Бавая. Все. Плюс 10 км в час можно набирать. Короче, вот такие технологии. А вы говорите, Нива, Нива устарела. А если вдруг ваша Нива так не делает, обязательно смажьте механизм. Это прям прибавляет динамики. Еще один огромный плюс Нивы, что у него постоянный полный привод. Свободный дифференциал посередине. Соответственно, оба моста и перед, и зад всегда в деле. Но крутится тот, которому легче. Что обеспечивает реально хорошую управляемость. На том же самом УАЗе. Вот вы заметили, я могу даже не скидывать скорость. То есть, мы едем по хреновой достаточно дороге и нормально. Как бы ни лучше, ни хуже не становится. Она эту дорогу практически не чувствует. В общем, на УАЗе привод задний. И у вас, соответственно, повышенная дрифтимость будет. И зимой, и летом, если навалить хорошенечко по песчаной какой-нибудь дороге и так далее. У Нива этого нет. То есть, для начинающих водителей Нива обладает лучшей управляемостью, чем у УАЗ. Безусловно. Плюс у Нивы прекрасный обзор спереди. Вот что мне нравится. У нее маленькие вот эти стойки. На УАЗе они намного более массивные. На УАЗе здесь ручки еще приделаны. И вы очень сильно теряете в обзоре за счет вот этих стоек. Единственное, что я бы здесь заменил, это вот эти, конечно, штатные зеркала. Они очень вытянуты вверх, но слабо очень видно в бока на них. То есть, маленький обзор сбоку. А вверх-вниз обзор огромный. Собственно говоря, он-то особо и не нужен, если честно. Пятидверные Нивы также устанавливались мотором объемом 1,8. Они же устанавливались на Ладу Надежду, которая не оправдала Надежда. Они имеют мощность 83, насколько я помню, лошадиные силы. И разгоняют эту машину. Вот здесь 1,7 он за 19 секунд разгоняется, 1,8 за 20 секунд. Почему-то во всех характеристиках написано, что он разгоняется дольше. Но максималка выше на 3 кетра в час. 140 кетра в час максимальная скорость. Кстати, крепко, да. Все пролито и все крепко. Блин, даже удивительно, в годах 2000 года. Там кратенький, я говорю, ничего удивляюсь, что есть. Хотя, кстати, это одели, что они приварены. Нет, они приварены. Да я тут смотрю, как будет прикрышки. А, коробка здесь новая, он писал. Не, он, видимо, ее хотел дома довезти, но в какой-то момент понял, что это бесполезно. Я решил продать. Жарные новые тоже, по-другому стоят. Но эти, остатки нам достались, видишь, за то, что. Ну, не молоды, все в курсе, да, что вот эта вот жопа, она первым делом огнивает, потому что все из-под колеса, все вот это вот непромытое, постоянно все в грязи, первым делом огнивает. Вторая, вторая версия, это что, вот эти вот, ну, крепление тяг, короче. Это все постоянно рыхлое, потому что отпереду все летит, все сюда, ну и пороги, соответственно. Вообще все идеально. Получается, у нее ни одного огнилого места нету, да? Да. Ну и по передней части это лонжерона, да. В районе амортизаторов лопаются, это больная тема, короче. У нас вот эта раздатка, хочешь, вываливалась вот здесь вот эти слабенькие, слабенькие, бэгэ, да. На дороге к Ниве относятся в основном нейтрально, то есть не замечают вас практически, особенно вот такой черный, как у нас, думают, какой-то там дед-пердед, наверное, едет. В общем, если по узкой дороге едете, сразу же пытаются вас обогнать, причем часто, знаете, как получается, то есть они обгоняют и тащатся потом перед вами. То есть вас обгоняют так для галочки, потому что им кажется, что вы едете слишком медно, что можно бы побыстрее. То есть имейте в виду, как-то лишний раз вас пропускать нигде не будут, но и как бы особо сжать тоже не будут. То есть такое нейтральное отношение, но будьте готовы к частым обгонам. По пластику все такое скрипучее, игручее, ну как бы это, в принципе, присуще всему, наверное, автовазу, тех особенно времен. То есть все такое поскрипывает, поигрывает, то есть каким-то премиумом тут явно не пахнет, но как бы оно и не надо, зато в болоте топить не жалко. Надо, чтобы летело, насколько это только возможно быстро. Карбюратор как будто мененый, да, какой-то свеженький стоит больно до 2000 года. Карбюраторные моторы на 92-м или 95-м лучше работают, беды? Какой им роднее? Ну, 92-м. Зачем лишние деньги, да, тратить? Понимаешь, вот сейчас технология производства бензина, она немножко другая, чем раньше. Раньше бензин был, то есть на заводах его готовили там 92-го, 76-го, да, и в них присадки не добавляли. И зато были смоленистые отложения, и вот карбюратор как бы периодически надо промывать было от смоленистых отложений. Сейчас технология производства бензина такова, что он идет весь низкооктановый, и в него добавляют присадки. А сколько в зависимости присадок добавили, такой бензин, ну, октановое число и есть. Ну, как типа октан-корректора добавляют, грубо говоря. Вот такое, да. Октановое число – это способность бензину противостоять детонации. То есть, когда резко на газ давим, да, и получается детонация. То есть, пальцы гремят, вот слышал такое? Да, да, такое дело. Вот это называется детонацией. Поэтому, если чем выше октановое число бензина, тем дольше он воспламеняется. Не то, что он хуже горит, а дольше воспламеняется, и поэтому зажигание надо под высокооктановое делать раньше. Ну, то есть, карбюратор вот сейчас залит 95-м, настраиваем мы все под 95-м. Зажигание с карбюратором, и получается… Ну, карбюратор, он уже 95-м, он не настраивается, зажигание настраивается. Ну, а вы и корректируете зажигание при настройке карбюратора? Конечно, конечно. Ну, то есть, и сейчас, вот, если у меня залит 95-м, сейчас мы все это делаем под 95-м, и дальше я улью и спокойно езжу. Да. Так, ну что, сейчас мы заправляем целый бак. По стрелке чуть-чуть меньше половины, то есть, по логике должно влезть где-то 30 литров примерно топлива. Заправляем, кстати, 95-й бензин, настроил карб под 95-й бензин, зажигание под 90-й, в общем, все настроил под 95-й. Прям пуляет неплохо в целом. В общем, поглядим, сколько сейчас влезет, учитывая, что показывает, вот, почти половину. О, смотрите, честно говоря, зря наговаривают на стрелку, что правильно покажет. Если она сейчас еще целый бак покажет после этого, я ей прям памятник поставлю, эту стрелку. Эть, давай, давай. Так она прям... Прям жмет, жмет, жмет. Ну, выжмет, не выжмет. Даже постою. Вот, столько мы, короче, прибавили бензине. То есть, было, да? Чуть-чуть меньше половины, осталось чуть-чуть больше половины. Вот такая... Ну, и что, там даже, дай... Видимо, все. Ну, погрешность такая есть. Ну, кстати, наговаривают, получается, не выводят. А у кого не вас, расскажите, как у вас работает эта стрелка. Ну, я, как бы, каких-то серьезных не заметил. Отклонение выходит, что? Уменьшается, смотри, прям. Может, вытекает? Что-то не развалились. Запах бензина при полном баке традиционно присутствует. Это чисто нивская такая тема. Несмотря на изменение конструкции, конфигурации бака, запах все равно остается. Если заправлять не до целого, запаха нет, все нормально. Заливаете до целого, сразу пованивать начинает. В Ниве, кстати говоря, есть еще один очевидный плюс перед УАЗом. У нее никогда не захлопнется сам центральный замок. Потому что попросту задних центральных замков, активаторов заднего, так же, как и задних стеклоподъемников, с завода на этой машине не бывает. Здесь даже нету туннеля для проводов. То есть, как бы вы эту тачку не прокачивали, точнее, какую бы максимальную комплектацию вы не брали, задние вот эти штуки и весла останутся здесь в аутентичном виде. Кстати говоря, не смотрите, вот это не хендмейт, это прям завод. Вот так вот на саморезах, прям с завода приделаны. Кое-где саморезы уже на такие более метизные сменены. Это, видимо, вот, наверное, заводские такие закругленные. Они с заботой делали о людях, чтобы никто не цеплялся. Где-то уже выпало, разумеется. Но, в общем, это завод. Так что сзади имейте в виду, если вы хотите поставить сюда музыку, еще что-то, то придется вам колхозить что-то, какой-то вот сюда переходный туннель. Когда вы устанавливаете вот такой вот отличный багажник, на который прекрасно вмещается... Да я, мне кажется, кстати, на него вмещусь вообще прекрасно. Ну-ка, оп. Во, вообще в полный рост. Короче, если бы я был дровами, меня бы можно было прекрасно на нем возить. Но из минусов, вот эти крепления, они фиксируются за водосток. И получается, что вода, которая по нему течет, и могла бы стекать туда дальше, она льется вся вот сюда вот. На двери, на окна. Если у вас приоткрыто стекло, то у вас будут некоторые проблемы. А багажник удобный, прям зачет. Нужная штука. В отличие от трехдверки, он здесь реально большой. Это круто стену. А это руль нажимаемый, да? Нет, это руль... Ну, старый, 2000-х годов. А он туда расклинил его, получается? Кто-то, короче, от душки затянул. Легче, здесь у него. О, в чем прикол? Надо было продиагностировать просто, типа, что есть люфт, он снялся после этого. Типа, кодовое слово, люфт. Он раз отстегивается. Вообще, в раку, в раку, в раку, сделал там, фик его. Видишь, он ждал, когда ты это посмотришь. Да, не просто вот этот язычок, который на руле, он должен как бы... Ну, язычок, он должен горбом вот этим скользить. А они его так задрали, и он кончиком, короче, понял? И он сжирает эту хрень на руле. Так, чуть-чуть сбыл, мне кажется, косил маленько. Что я назову? Да, мы его спиваем. Ну, трехдверка по-азартнее в плане езды, конечно. На ней прям хочется пожиганить куда-то там, погонять там. Да, да, там меж деревьев где-то что-то. Вот здесь вообще, вот, это офигенная часть, офигенная как бы... Нива тем, что, если ты рыболов, охотник какой-то там, спортсмен, не знаю, там, два вели туда закинул, она длинная, она, в принципе, там, ну, куда хочешь проеет. Она мягкая, она комфортная, у нее маленький расход. Она там вполне тащит спокойно прицеп с водой, там, там, с лодкой, не знаю, там, с мангалом, там. И... Прицеп с мангалом. Да. Она очень удобна в плане, как бы, Патриот, потому что, во-первых, опять же, габарит размера, да, того же самого Патриота, то есть, это где-то стоянка, хранение, какие-то высокие гаражи, да? Патриот. То есть, это здесь все вылезает. То есть, она низкая, она у тебя вылезает в обычный гараж. Посмотрим, сколько у пицедверки места сзади. Дверь открывается не очень широко, можно было бы и пошире. Залезать, в принципе, нормально. Мой рост метр восемьдесят шесть. Сейчас переднее сидение отрегулировано под меня. Головой я здесь чиркаю, но, как бы, как-то не критично, но могли бы повыше сделать. Заднее сидение заметно выше передних, то есть, сидишь здесь, как такая командирская посадка. Ну, вот, при моем росте, конечно, места маловато. Я думаю, до метра там восьмидесяти люди бы влезли. Вот метр восемьдесят шесть уже я не влезаю. Подголовников сзади нету в сидениях, нету деления, ни пополам, ни по одной трети, никаких делений нет. То есть, сплошным диваном идет сидение, без подголовников. То есть, удобство здесь заключается только в наличии вот этого цвета, который работает при открытых дверях, соответственно. Больше ничего нету. Вместиться втроем возможно. То есть, ну, по сравнению с трехдверкой места, конечно, очевидно, больше. Но хотелось бы еще больше. Но это, как говорится, все хотелки можно оставить на потом. Залезать-вылезать в целом удобно. То есть, по сравнению с трехдверкой, прям супер шикарно. То есть, ни одна самая комфортная трехдверная машина не сравнится по комфорту с пятидверной. Так, багажник. Открывается он здесь. К слову говоря, открыть его иначе невозможно. На трехдверках он открывается здесь. На пятидверки открывается здесь. А снаружи, не открыв салон автомобиля и не зайдя внутрь, открыть его невозможно. То есть, нужно сначала, в любом случае, дернуть эту ручку. Личин замков тут тоже нету. То есть, если у вас замерзли вдруг все двери, попасть в машину через багажник у вас тоже не получится. Вот. Багажник здесь такого приличного размера. То есть, для каких... Он не очень большой в ширину, но довольно большой в длину. Для каких-то колхозных нужд хватает прям более чем. Давайте попробуем разложить задние сидения. Посмотрим, сколько места получится при разложенном ряду. Кстати, тут можно сделать... Разработчиком органайзеров на заметку, короче, делается, и чтобы он второй раз сюда откидывался, и можно двухъярусную делать кровать. То есть, два рыбака тут могут разместиться. Ну, в целом, если вот постелить, сейчас положить подушечку, без какого-то лакшери, там, комфорта, но... Если вы не боитесь, что волки отгрызут вам ноги, можете спать вот так вот. В целом, ну, пол как минимум ровный. Что, кстати, намного круче, чем в УАЗ Патриот, потому что в УАЗ Патриот пол неровный. В общем, из минусов, что вы везете либо груз, либо задних пассажиров. То есть, не получится оставить одно сидение, допустим, как вот часто делают, длинномеры, возят одно сидение под пассажира, а вторую половинку складываешь, и туда длинномер закидываешь. То есть, здесь так сделать не получится. Но, в целом, согласитесь, ну, объем прям огромный. Все поместится, что вам нужно. Это 100%. В истории выпуск трехдверных НИФ классических начался в 1977 году. Выпущенный, кстати говоря, было аж 2,5 миллиона. Я думаю, 2,4 миллиона до сих пор, собственно говоря, по дорогам и ездят. Пятидверный кузов начали выпускать уже в полноценном таком виде в 1995 году. Путь был тернист. Изначально тестовый вариант создали с удлиненной базой, но с двумя дверьми сбоку. То есть, кузов остался трехдверным, но удлиненным. В целом, кузов на прочность испытали, все было отлично, и со временем добавили пару задних дверей. А рестайлинг, это Нива такой серьезный, претерпела в 2019 году, добавили много разных мелочей. И в 2021 году производство пятидверок было свернуто. Да, к сожалению, на данный момент новую такую машину купить не удастся, если только где-то с каких-то закромов и складов. На смену пятидверке пришла более современная, по мнению АвтоВАЗа, Нива Тревел. Капот на Ниве открывается в сторону переда. Это не очень удобно с точки зрения ремонта подлезать, особенно с этой стороны здесь запасное колесо. Но зато удобно, что он не откроется на ходу, даже если вы забудете его закрыть. У данной машины, соответственно, как я говорил, карбюратор. Довольно сильно она боится воды, поэтому если будете ездить по бездорожью, обязательно ставьте шноркель первым делом. Обязательно. Вот без шноркеля на карбюраторной машине, если вы действительно хотите прям увлекаться покорением бездорожья, заниматься покорением бездорожья нельзя. Без него будете постоянно с водой. Давай! Карбюратор воды боится. Нахлебывается воды, начинает троить, перестает держать холостые, промокает фильтр и так далее. С инжектором дела чуть получше обстоят. Также здесь механический вентилятор. Вентилятор из плюсов. Он не потребляет энергии, которая, кстати говоря, в данной машине вечно в дефиците. А причина этому, вот этот ремень, который крутит, собственно говоря, вентилятор, который приводной, он здесь один. И постоянно он то перетрется, то прослабнет, то еще что-то. И вечно недозаряжается аккумулятор. Я в багажнике сейчас ввожу с собой генератор, чтобы, если что, можно было его завести и данную тачку быстренько прикурить. Также минусом данного вентилятора является то, что раскидывает безбожно-силенную воду под капотом, когда вы попадаете в какую-то лужу, и вода доходит до вентилятора. Если электрические вентиляторы, как правило, при попадании в воду отключаются, ввиду того, что машина охлаждается, то механически продолжает мотылять. Причем делает это на бездорожье довольно активно, так как часто вы едете на понижайке, на довольно высоких оборотах. А чем выше обороты, тем быстрее крутится вентилятор, тем быстрее у вас все под капотом утонет. Поэтому водоподготовка здесь просто никакая в этой машине. Это нужно учитывать. В остальном конструкция максимально простая, максимально дешевая, максимально ремонтопригодная. Вообще у Нивы есть такой плюс, что в принципе, если речь не касается о каких-то элементах полного привода, типа там раздатки, переднего моста и так далее, все остальное чинится в любом дворе при помощи даже, не знаю, не двух, одной на отвертке. Вы без проблем найдете, если сами не хотите заниматься какой-то автосервис, который будет обслуживать. Но если вы планируете чинить эту тачку в сервисе, лучше сразу купите что-нибудь импортное. Потому что это Нива, это конструктор для взрослых, эта машина должна, просто обязана обслуживаться тем человеком, который на ней ездит, хотя бы для того, чтобы из-за каждой мелочи вам не обращаться в сервис. Буквально вот сюда ехали, машина начала троить, заглядывая под капот, а у нее как-то вот слетел от вибрации, не знаю от чего, вот это вот слетел проводочек. Соответственно, я его поставил, одна секунда и машина поехала дальше. Если бы, по-хорошему, его надо еще маленько разогнуть там, контакты, вставить, это будет прям вообще высшая квалификация автомеханика. Но я пока просто вставил, оставим Андрюхе работу, чтобы было ему что поделать. А в противном случае, если вы этого не знаете, не понимаете, не лазите под капот, вам придется записываться в автосервис, ехать в автосервис, то есть, выглядеть это будет вот так вот, вот так вот они возьмут, вот так вот, фу, на него сделают, вставят его обратно, скажут, с вас 1000 рублей. В общем, на все про все, вы минимум целый день потратите, плюс будете ездить на троящей машине, в общем, приятного мало. Как минимум, чуть выше базового уровня автовладения у вас должен быть. Если вы не знаете, чем Тасол отличается от антифриза, бы лучше не вас не покупать. Из вообще, офигеть каких плюсов, я прям сам не ожидал, не уходит никуда здесь антифриза. Вообще, жидкости все на месте, как бы, и тормозные, и антифризы, и вообще никуда ничего не уходит. То есть, два выезда мы уже откатали, все на месте. Это чудо, просто вот чудо чудесное от российского автосервиса. Касаемо проходимости Нивы, в принципе, на любую вот бетонную плиту, без блокировки, без каких-то дополнительных блокировок, без тюнячик, Нива спокойно забирается. По сравнению с трехдверной Нивой, конечно, есть вопросы в плане проходимости, то, что более длинная база, чудо здесь не произошло, но, к сожалению, совпадает он сверху? Маленько не совпадает. Чуть-чуть пораньше. Снизу они разрез немного в другом месте делают, чтобы арку не подал. Ладно. В общем, трехдверка карабкается намного бодрее, в первую очередь из-за того, что подвеска на трехдверке точно такая же, мотор точно такой же, а веса на 200 кило меньше. То есть, как минимум, чтобы сравняться этим машинам проходимости, в трехдверку нужно накинуть четыре мешка с картошкой, таких целых, хороших, чтобы 200 кило было, и тогда они будут равны по весу. И еще ее удлинить на полметра, тогда по геометрической проходимости. То есть, здесь чуда не произошло. Подвеска за счет этого менее энергоемкая, то есть, при каких-то серьезных нагрузках, она быстрее пробивается, быстрее прожимается. То есть, эта машина больше сдвинута в сторону все-таки городской жизни, нежели в сторону именно жесткого оффроуда. Больше такой экспедиционник для таких лайтовых путешествий. Ну что, тест на скручивание. Нивасу, конечно, сильно помогает вот этот суперкрепкий багажник, который наверняка держит геометрию. О, вот это не совпадос. Смотри. Короче, сюда пролезает большой палец. А сюда даже комар не проскочит. Вообще, просто. И это оно сейчас съехало, было ровно. И не закрыть так. А, знаешь, что самое главное? Сейчас посмотрим. Величайшая нагрузка, лючок бака. Не, нормально. Хотя что-то чиркает немножко. Не, он это смазан, наверное. Я боюсь, что заднюю дверь откроем, она сейчас до конца не скрутится. Багажник и жесткость уже потерял. Сейчас сзади дверь открываем, а такая хруст, на землю встала. Так, дверь открылась. Закрылась. Но. Что, из той стороны что-то откроете? Во, по дверям четенько. Ну, кстати, получается, получается, что не так-то дела и плохо. В целом, багажник играет. Но, опять, вы учитываете, что эта машина 2000 года, она уже четверть века колесит дороги и вообще странно, как она в целом еще колесит. Но багажник у него все равно от этого не закрывается. Как бы вы оценили? Не знаю. Я затрудняюсь сделать вывод. Двери прямо идеально закрываются, багажник криво. Что это значит? Как вы считаете? Ваше мнение в комментариях. Настоящим королем дороги вы себя чувствуете на проселочных дорогах. Здесь можно вообще совершенно не избавляя хода передвигаться с любой скоростью, с которой вам нужно. И тут вы будете доминировать над абсолютно любой машиной. О, кто-то с телефоном ходит, кто-то с книгой. Прикольно. То есть раньше тоже такие были, только они с книгой ходили. Сейчас с телефоном таки идут, столбы врезаются. Раньше такие же с книгой. Короче, можно заезжать вообще где угодно, при желании. Вот, встретили гору, можно заехать. Тут просто после этой горы еще гора, еще гора, еще гора. И я не уверен, что там дорога дальше есть, поэтому не поедем. А так вообще можно. Плавность хода в плане вот именно преодолевания каких-то геометрических препятствий лежачих полицейских, ям, корней. Здесь намного лучше, потому что на полметра, собственно говоря, длиннее колесная база, чем у трехдверки. Вы так больше плывете, чем скачете. Если на пицетверке, на Хантере вы реально скачете, уаз же не зря называют козлом, то здесь вы прям плывете. То есть это такая байдарка в мире оффроудах. Друзья, сразу попрошу вас оценить не вас по десятибалльной абсолютной шкале. Вот прям вот как вы относительно идеальной тачки оцениваете пятидверную небу. Посмотрим, интересно, какие будут соотношения баллов. В идеале, что напишите, почему, хотя бы вкратце. Можете и не писать, если не хотите, просто напишите, сколько баллов вы даете не вас. я лично в моем топе она берет 5 из 10 прям 100%, то есть такая уверенная, хорошая серединка, которую, если вы знаете, как использовать, прям подойдет. Опять-таки говорю, по меркам Твери, то есть если это будет какая-то глубинка, возможно, я бы дал бы даже там 9, 8, 9 из 10, если быть откровенным по эксплуатации этой машины, в машины далеко от цивилизации, далеко от китайских дилеров, которые могут быстренько какие-то найти запчасти, а, кстати, они сейчас и не все могут найти, поэтому не вас в любом случае в топе. Также обязательно напишите, какие альтернативы этой машине вы вообще видите, с чем ее можно сравнить, может быть, что-то нам стоит взять из еще машин, похожих на эту тачку, протестировать и высказать вам свои мнения. Предлагаю ознакомиться с конкурентами не вас, именно которых я нашел в объявлениях, просто введя цену от 300 до 350 тысяч и полный привод, посмотрим, что там за тачки. Первым делом попалась Santa Fe, стоит 345, комфорт, конечно, выше, чем у Неваса, но внедорожные способности явно ниже, обслуживание точно обойдется дороже. Ну и я уверен, какие-то будут недочеты, машина не свежая, пробег приличный. Так, дальше листаем Trailblazer, состояние внешне неплохое, прям хорошо выглядит машина, хорошо, видимо, относились к ней, по бездорожью, наверное, не каталась, но есть технические проблемы, то есть ремонт и содержание такой тачки влетит в копейку. Honda CR-V дальше попадается, максимально приближенный по конфигурации японский такой Нива, Нива подобный паркетник, уступит он, естественно, проходимости, но довольно живучий, относительно простой, но опять-таки относительно японских кроссоверов других марок, но состояние по кузову просто ужасное, привести в порядок такую машину, я думаю, обойдется в круглую сумму, если вообще есть смысл и рентабельность эту машину чинить, в чем я явно не уверен, возможно, проще ее докатать и сдать на разборку. Вот дальше попался неплохой вариант, Pajero, вроде внешне терпимо, но, как пишет хозяин, что есть серьезные проблемы с технической частью. Судя по всему, хозяин пытался привести машину в порядок, но сделать у него это, видимо, не вышло и у вас, раз уж вы смотрите машину с бюджетом 300, навряд ли хватит денег для того, чтобы исправить все косяки такой машины, тем более, помимо этих косяков, я уверен, всплывает куча новых. Так что, если вы не гениальный механик, такая машина тоже вам не подойдет. В общем, при ближайшем первом таком рассмотрении конкурентов у Нивы объективно нету, даже среди импортных машин, как многие любят говорить, да я лучше старую иномарку возьму, старые иномарки за эти деньги это просто мертвые дрова. Если в Нивася вот в этом подымливают мотор и по факту сейчас надо либо перебрать мотор, либо просто заменить его там за десяток тысяч, приобретя аналогичный и просто его туда вкинув и там на пару-тройку лет вам точно хватит. Либо перебрать этот и его хватит несколько дольше, если качественно это сделать. На иномарке там каждый сальник, каждая пружинка может обойтись в такую же цену, как двигатель на эту машину. Поэтому для начинающих людей, которые имеют какой-то базовый опыт владения автомобилем, Ниваз это прям топчик. Раз, два, три. А внутри по салону, кстати говоря, как неудивительно, работают все вообще кнопочки вот эти. Вообще все. Даже обогрев заднего стекла включается. Даже вот загорается на приборной панели здесь обогрев заднего стекла. То есть прям вот здесь состояние, не знаю даже кому больше отдать респект Автовазу либо предыдущим владельцам, но сохранили все в аутентичном и рабочем самое главное состоянии. По переключениям здесь все стандартно. Есть пониженный ряд соответственно включается вперед и есть блокировка дифференциала межосевого. Тоже, кстати, логотипчик исправен, работает, загорается, индикатор, все есть. Так машина приводится в боевое состояние. Пятиступенчатая коробка передач. Все динамические, точнее, акустические шумы при разгоне остались на месте, никуда не делись. Единственное весомое отличие от трехдверки нет таких диких вибраций по по салону. То есть на трехдверке при небольших разбиваниях, так скажем, карданов появляется вибрация. Здесь такого нет. Хоть там 120 есть, она же максималка, это скорость на данной машине. И никаких вибраций лишних нет. так по эргономике все удобно, потолочек такой неприхотливый, антивандальный. Передние сидения здесь не родные стоят, мы их поэтому пытаемся максимально сохранить. На передние двери бывают у них стеклоподъемники, данная комплектация Бомж Эдишн, здесь все веслами. Мне весла больше нравятся. Иногда бывает ключ вынул, забыл окно закрыть, надо ключ вставлять опять, а тут захотел, закрыл, захотел и открыл. Хочешь с аккумулятором, хочешь нет, как это, утонул в болоте, и окно не закрыть, а тут утонул в болоте, хочешь открыл, хоть закрыл, хоть под водой. Вот тут остановиться, могут здесь, иногда тут. У них в целом свои взгляды на чистоту и перфекционизм. Но это такой многоступенчатый план очистки стекла. И где-то их выключил, там они остались, это очень удобно, что можно отстукивать дворник, потому что на машинах, на которых дворники при выключении ложатся на место, так сделать не получится. Здесь зимой вы можете вынуть какой-то, знаете, как это, едешь на работу, и какая-то веточка застряла, и она вот полосит и полосит, полосит и полосит. А приходится останавливаться, чтобы вынуть, потому что не получится вот так остановить, придется глушить машину, ловить этот момент, ну целая история. Просто так остановить на заведенную нельзя. Здесь можно. Вот это прям простота, которая порождает комфорт. Мы тут пока катались, я придумал лозунг для Неваса. Ну что бы мы сегодня не говорили про комфорт Неваса, нам все равно комфортнее, чем вот им там. Ну что, друзья, вот такой вот у нас был Невас пятидверный 2131. Если я что забыл уточнить, обязательно дополняйте в комментарии, я уверен, владельцам есть что сказать про эту тачку. Ну а мы приехали в сервис, пошли заниматься газом 66, но это совершенно другая история. Кстати говоря, если на момент выхода этого ролика тачка еще будет на продаже, ссылку на информацию о продаже я прикреплю снизу в описании под роликом. С вами был Алекс, канал Не Тормози, добра-бобра, счастливо! Друзья, если вы хотите сменить машину, но не знаете, как быстро, эффективно и выгодно это сделать, то обращайтесь в Единый Центр Трейд-Ин, продажа, покупка и обмен БУ автомобилей. Ссылки в... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok